Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий. Сегодня я наконец-то вернулся. Мы с супругой отдыхали на курортах Краснодарского края. В свое время это был такой локальный российский интернет-мем, над которым даже смеялись, но сейчас в целом съездили в Геленджик. Все очень понравилось, сервис отличный, прям подтягиваются к турецкому уровню так потихонечку. В общем, все неплохо, отдохнули, и сейчас вот я со свежими мыслями хочу поговорить о нашем футболе и о том, как мы в футболе себя чувствуем. Подтягиваемся там к Турции или еще кому-то, или наоборот, уступаем все серьезнее и серьезнее. Давайте это обсудим, потому что есть определенная пища для размышлений. Наша сборная сыграла с кубинцами, выиграла со счетом 8-0. По счету, по картинке и по общим ощущениям все очень круто. Действительно классно мы себя показали, здорово контролировали мяч, здорово комбинировали, результат порадовал, в общем, все лихо. Но, с другой стороны, многие могут возразить, это куба, камон, парни, что вот эта сборная, которая прилетела без бутс, купила бутсы в Спортмастере, из-за этого матч вообще приобрел какие-то комичные оттенки, и вообще это кубинцы, которых все громят. Посмотрите, это самое-самое днище мирового рейтинга, что вот сборная СССР в свое время точно так же их разнесла и вообще их все разносят. Ну, мол, ничего особого здесь не произошло. Однако есть важный нюанс, который мне хотелось бы разобрать, и этот важный нюанс на самом деле не стоит недооценивать. Потому что раньше, вот сразу скажу и обозначу свою главную мысль, раньше именно с такими соперниками, как Куба, у нас постоянно получалось какое-то позорище. Постоянно именно в матчах с какими-то футбольными карликами, вне зависимости от размеров страны, я имею в виду масштаб футбольного хозяйства в этой стране. Так вот, именно в матчах с такими соперниками у нас постоянно получался какой-то позор. Что с Каттером, два последних матча, с Черчесовым и Карпиным, каждый раз какой-то ужас, что я не знаю, с кем-то еще. Постоянно именно в таких встречах наша сборная смотрит на соперников свысока, а потом их, собственно говоря, с этой самой высокой планки и снимают. Вот так вот, просто уничтожая на футбольном поле. И поэтому здесь, как бы это ни звучало странно, но я вижу определенный прогресс, во всяком случае, по отношению к некоторым вот таким матчам. И здесь, если уж искать какой-то позитив, то можно найти его именно в этом. Сборная стала серьезнее настраиваться на таких вот небольших соперников. Сборная, как мне кажется, все-таки начала хоть как-то серьезно относиться к этим нынешним товарищеским матчам, начала играть для публики, для зрителей, и это круто. Давайте все это обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что на Ютубе появился еще один мой канал. Еще один канал с моим участием под названием Бифо. Там я делаю прогнозы на футбольные матчи, в том числе на матчи чемпионата России, Кубка. Скоро у нас первый тур после паузы на матчи национальных команд, и там будут мои прогнозы на канале Бифо. Так что проходите по ссылке в описании на этот Ютуб-канал, подписывайтесь. Канал новенький, подписчики нужны. Так что, пожалуйста, ребят, милости просим. Ссылка в описании. Ютуб-канал Бифо. Ну а мы переходим к матчу Россия-Куба. Итак, сразу обозначу. Здесь искать какой-то сверхпозитив бессмысленно. Позитива нет, ребят. Ну, в глобальном смысле. Потому что Кубу мы и так должны были обыгрывать. Куба это соперник, который просто не сопоставим с нами в классе. Однако, проблема в том, что, как я уже сказал, очень часто именно в таких встречах у нас начинается натуральное позорище. Два матча с Каттером, как пример. Что при Черчесове, что при Карпине мы просто мучились, а не играли. Причем там даже не результат, в первую очередь, следует отметить. Результат – это вещь такая субъективная. Иногда ты играешь круто, а нихера не забиваешь. А иногда наоборот. Ну вот с Каттером у нас оба матча были футбольные мучения. Были какие-то пытки. Были какие-то мытарства по футбольному полю с мячом. Вот мы владеем снарядом и не знаем, как обыграть вот этот самый Каттер. А Кубу мы обыграли прямо с кайфом, с толком, с расстановкой. Играючи и играючи красиво. По-моему, это здорово. По-моему, это круто, потому что раньше именно в таких встречах у нас творился какой-то хаос и какой-то ужас. И это действительно правильное начинание. Потому что, да, мы обыграли колхоз. Но раньше мы именно с колхозами играли очень плохо. И если раньше с арабским колхозом из Каттера мы мучились, то сейчас с кубинским колхозом показали себя неплохо. Да, так себе, конечно, прогресс. Но это тоже определенный прогресс, и это нужно учитывать. И что очень важно, наша сборная в таких матчах чаще всего не знала вот именно как атаковать. Что создавать впереди. Как конструировать свое нападение против соперника, который встал в обороне и играют в две линии защиты. Полузащитник нападающий первой линией и дальше оборона, еще вторая. Вот в этой ситуации практически любой колхоз мог нас сдержать. Каттер нас сдерживал. Или вспомните легендарную же историю из отборочного этапа Евро 2008. Да-да, когда хорваты нас вывели на чемпионат Европы, обыграв Англию, а мы в параллельном матче с футбольным карликом, ну чуть было не соскочили вообще с Евро. Мы чуть было в ничью там не сыграли. Поэтому здесь даже та крутая сборная, которая дальше вышла и обыгрывала Нидерланды, била шведов, вышла в полуфинал чемпионата Европы, даже та крутая сборная испытывала колоссальные трудности. Что уж говорить о нынешней команде, которая по классу исполнителей чудовищно уступает той. Поэтому здесь у нас очень часто случается вот такая вот фигня. Когда Кофтун забивает свои ворота, и мы, ой, даст Бог память, то ли исландцам, то ли фарерам слетаем. Когда с карликами мы играем еле-еле, когда Каттер нас возит по футбольному полю, у нас постоянно вот такая фигня происходит. И происходит она из-за психологии. Потому что наши не умеют настраиваться на такие матчи. Смотрят на соперников свысока. Смотрят на них, как на, сами знаете, какую массу, которую нужно обыгрывать одной левой, а одной левой не обыгрывается. И поэтому сейчас в этом я вижу определенный плюс. Именно в плане психологии. Что очень важно, потому что именно с психологией в последнее время у сборной были проблемы. Из-за отсутствия официальных матчей, игроки, в общем-то, и не знали, а зачем мы играем, зачем мы выходим на футбольное поле. А здесь мы как раз именно в плане психологии и профессионализма удивили. И это большой плюс. Потому что если бы, допустим, в Россию каким-то образом завезли Бразилию, например, с Неймаром и еще кем-нибудь, ну, не знаю, с помощью БРИКС или еще каких-то дипломатических каналов, то, понятное дело, наша сборная настроилась бы и постаралась показать себя. Многие бы жопу рвали без вопросов. А настроиться на Кубу, ну, не знаю, сложновато. И вот здесь большой плюс, что несмотря на продолжающуюся международную изоляцию, несмотря на статус соперников, несмотря на все остальное, наши настроились и показали себя. И очень важно, что это было именно вот в этом матче, где в Волгограде, очень в футбольном городе, где всегда собирается очень много людей, в том числе на матче Ротера в низших дивизионах, вот здесь ради публики, как видим, ради фанатов, которые собрались, и сыграли наши парни. И это очень здорово. Потому что раньше было полное наплевательство. И ощущение, что сборная мертва не только по факту, знаете, по факту того, что нас отстранили, но и как бы это внутри. То есть сборная не чувствуется командой, сборная не чувствуется частью страны, не чувствуется, что они хотят играть ради своих болельщиков, ради тех, кто собрался на трибунах. А здесь и болельщики пришли, и сборная, которая сперва хором, что очень важно, хором спела гимн. До этого я, помню, ни разу не видел, чтобы все футболисты нашей национальной команды пели его. Ну, отсутствие Майо Фернандеса, как минимум, здесь помогло. Так вот. А потом еще и сыграло так, чтобы и публику порадовать, и, понимаете, результат показать. И Сельянов, который там бисеклетой бил, и множество забитых мячей, и все остальное, это реально было круто, это реально было здорово, и команда вышла играть, а не отбывать на поле 90 минут. И это уже большой шаг вперед. Да, опять же, слабый соперник, но сколько раз мы видели позорище нашей сборной со слабыми соперниками, именно из-за недостроя, именно из-за того, что наплевательски относятся к своим обязанностям, к обязанностям сборников, к обязанностям представителей нашего футбола, лица нашего футбола и так далее. А здесь мы увидели желание. Это самое главное, чего недоставало нашей команде. Потому что, будем откровенны, в предыдущих матчах с нашими среднеазиатскими соседями, с Катаром и так далее, ну, везде наши должны были рвать и метать по уровню игроков. Ну, у нас, конечно, ребята деревянные, мы так любим говорить, но там-то еще деревяннее. У нас сильнее сборная, чем все эти соперники. И то, что мы не везде добивались побед, это где-то и проваливались, это связано с недонастроем. Сейчас мы этот самый настрой увидели. Конечно, нужно смотреть, что будет дальше, на каких мы теперь налетим оппонентов в товарищеских встречах, но то, что сборная показала, наконец-то, хоть что-то, это большой плюс. Да, я понимаю, что сейчас кто-то может кинуть в мой камень огород, что вот, радуется победе с кубинцами и все остальное. Ребят, я сразу сказал, в глобальном смысле позитива нет. Наша сборная сделала то, что должна была сделать. Просто раньше очень часто в той ситуации, когда наша сборная обязана была побеждать, она какую-то херню устраивала. Сейчас херни не произошло. И в глобальном смысле получается, что это прогресс. Вот такие вот пироги. Ну, а касательно футбола, ну, я не знаю, что здесь обсуждать. Это был раскат под оех, это было уничтожение, это было полное доминирование. Микель Артета в арсенале такому доминированию позавидует. И, в принципе, здесь сразу было понятно, что мы будем играть в атаку. Один из самых атакующих составов нашей сборной с максимальным количеством креативщиков. При этом Головин Кузяев в стартовом составе, наши иностранцы, так скажем, наши легионеры, без которых, ну, мягко говоря, наша команда провисает. Вот если представить, вот так вот, в идеальном мире, что у нас будет в ближайшее время уже официальная какая-нибудь игра, и на поле выйдут Кузяев, Головин и Миранчук с Захаряном, которые каким-то образом вернутся в стартовые составы своих команд или пробьются. Но согласитесь, сборная, если они все будут на пике, на ходу, в хорошей форме, сборная будет не такая уж и плохая, как мне кажется. И, в принципе, если мы представим всех лучших на поле одновременно и играющих в атакующем ритме, в более-менее похожем на кубинский матч, но, наверное, это будет не такое уж и гиблое дело, как мы можем предположить. Так что здесь мы увидели самое главное, увидели, что сборная не мертва, что здесь вот эти самые пайпарки и какие-то попытки, не знаю, воскресить нашу команду, они происходят, и они не бесцельны, что сборная дает эмоции болельщикам, что болельщики ходят, а это самое главное, на мой взгляд. И в этом смысле, как мне кажется, очень здорово, что матч провели в Волгограде, там в последнее время люди не избалованы футбольными зрелищами, там куда логичнее проводить матчи сборной, чем в Москве, где, откровенно говоря, много футбольных команд и футбола здесь хватает. А вот в Волгограде нужно было дать людям вот это зрелище, пускай и неоднозначное, учитывая уровень соперника, но, тем не менее, люди получили удовольствие, это самое главное, наверное, от футбола, что и должно быть. В общем, как-то так.